Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Владимир Воротняк и вы на моем YouTube-канале. Сегодня, как всегда, в рамках очередной рыбалки мы с вами, где еще встретимся? Конечно же, на рыбалке. Чудесная погода, сегодня уже холода, я уже одел свой любимый кафтан потеплее, потому что уже достаточно прохладно. Ну и под низом уже вон термушечка. Так что дело пахнет осенью. Ну и я искренне надеюсь, что рыбка тоже будет вести себя немножко поактивнее, потому что температура воды, хоть и медленно, но начинает уже потихонечку уменьшаться. Сегодня я на заливе Десенки. Вот он какой у нас. Вот какой у нас чудесный залив Десенки. Тишь да гладь. Легкий моросящий дождик, который особо нам не влияет на какой-то комфорт. Вон у нас стоит мальчонка. Добрый день, молодой человек. Показывайте мне. Ну, повернитесь, друг мой. Это шрамы украшают мужчин. Не надо. Сергей, поздоровайтесь с нашими телезрителями. Всем привет. Всем привет. Это у нас Серега. Ну, Серега, ну поверните, уже попалил. Давай. Да, давай, давай, давай. Вот, с нами сегодня Серега Гречко. Привет. Спортсмен из Житомира. На самом деле, он спортсмен не только по рыболовному спорту. Как мы видим, еще это и футболист. У него вот такой бандаж стоит, как у Жан-Луиджи Донна Румы. Так что ты за сборную Италии выступаешь. Должен на итальянском разговаривать. Вот. Но сегодня он рыбачит. Мы приехали на место, на котором я уже рыбачил в этом году. И очень я надеюсь, что оно нам сегодня рыбку даст. Рыбку даст. В общем, что это будет за рыбка, мы проверим. Ну, а пока суть до дела. Ознакомлю вас с моим сегодняшним комплектом. Это Спортекс Нео Вэйв 9 футовый. До 9 грамм. Это Экзист 3000 DC-шный. С варивасом Авани 0,2. Он у меня намотан. Красивенько. И в качестве приманки Випо от Фишапа. В размере 2 дюйма в цвете Лох на 3-х граммовой голове. Стартуем с этого монтажа. И идем прямо туда. Вот у нас там клюет. Выходим на бережок. Серегу сейчас я постараюсь подвинуть малеха. И нужно уже делать первые забросы. Сегодня, несмотря на погоду, я буду стоять в водичке. Так, друзья. Место у нас знаменательно следующим. Это залив десенки, который переходит в основное русло десенки. Вот этим узким перешейком. Вот от сих до сих. И когда дают воду, у нас здесь начинает водичка шевелиться. И рыбка, понятное дело, активизироваться. Но, помимо этого, здесь на выходе есть еще очень... Опа! Есть! Сразу же рыба с первого заброса. Здесь еще есть интересная история по рельефу. Здесь ракушниковое дно. И очень-очень здесь привлекает оно всяких разных окуньков, досудочков. И вот, собственно, первая рыба с первого заброса. Он у нас уже на крючочке. Вот такой вот окунек. Не скажу, что он большой, но и не скажу, что он маленький. Окунечек. Плыви. Температурка воды у нас уже потихоньку начинает быть меньшей. И это благоприятно сказывается на самочувствии рыбки. Она становится более активная. Ей нужно кушать. Ей нужно кушать больше, чем летом. Ну, и это нам очень даже рыболовам на руку. В этом месте мы можем поймать не только окуней. Здесь есть также и судочки. Ну, в большинстве случаев, понятное дело, что в городской черте рассчитывать на супер-мега-трофеи не приходится. Но когда они вылетают, это очень приятно, скажу я вам. Вот здесь можем рассчитывать на крупную рыбу, но это не судак. Это щука. Здесь может быть щука, и может быть щука хорошая. Я тут ловил. Я уже говорил вам неоднократно. Ловил щук до 5 килограмм. Вот так вот, ходя с берега. Вот. А тут сейчас у меня уточки. Мне бы их не поймать. Потому что подобные поимки у меня тоже здесь были. Все заканчивается вымоткой шнура и звуком щелк. О, поклевочка. Есть рыбочка у нас тут. Есть. Сейчас мы ее расковыряем. Шевеления воды еще нет. Еще ничего не дали. Но когда оно будет, будет еще ярче. Что это, баклан утку выгнал? Вон, утки приплыли на место охоты баклана. И баклан их погнал. Правильно, нехер им там делать. Интересное тут местечко. Я использую в основном здесь 3 грамма. Редко перехожу на что-то более тяжелое. По той причине, что вот эта ракушниковая гряда, которая нам нужна, на которой стоит рыбка. Она как раз протяженностью такой, что я могу спокойно 0,2-м варивасом и 9-футовым нео-вэйвом добросить до ее края. За ее краем начинается большая глубина. И если я перебрасываю через край этой миляки, там идет большая глубина. И рыбки там сейчас не будет. Но если я даже буду перебрасывать за эту гряду, то качественной проводки на самой гряде я сделать не смогу. Поэтому минимизирую вес, а ведь стараюсь по максимуму его забросить. Вот здесь как раз и приходит на помощь длинная палка с небольшим тестом. Вот тут проявляет Noir Wave свои все самые лучшие качества. О, есть! Сошел окунечек на самом выбросе. О, как хорошо чувствую, как шкрябает по дну вольфрамчик. И вот сколько я сюда не приезжаю, в большинстве случаев, вот сейчас по горячей воде, по лету, поклевки все на выбросе. То есть на максимальной отдаленности от берега. Местечко это довольно запрессованное, поэтому рыбка тут слегка задроченная. Здесь? Да. Вот и еще один. Это кто у нас? Это у нас ёршенька. Это у нас ёршенька. Ёршенька. Отпускаем ёршеньку. Сопливую уже он чересчур. Да, система. О! О, это уже судачок. Нет, не судачок. Это у нас... Нет, это у нас судачок. Вот такой, друзья. Смотрите, судачок. Отличнейшего размера. Вот он. Вот он. Аквариумный вариант. Судачок обыкновенный. Друзья, дабы не сдохнуть от угрюмости, мы с Серегой приняли волевое решение и переехали с места, на котором мы начинали сегодняшнюю рыбалку. Приехали на новое. Не прошло буквально и 20 минут, как мы уже здесь. По сути, это тот же залив Десёнка, только более мелководный. И здесь есть где разгуляться. Сейчас погода не способствует купаниям. Вот. Поэтому пляж свободен. И, в принципе, здесь можно попробовать что-то извлечь. Хищное. А это хищное здесь должно присутствовать, по идее. Оп, поклёвочка была. Окунёчек уже недалеко от берега. Но был. Сейчас будем гулять вправо-влево. Смотреть, что там-то как. Жерешок под берегом он колбасит. Жерешка тут хватает. Кровь пьёт. Но нам нужна другая рыба. Нам нужна другая рыбка. Окуньки, судочки, щучки. А тут они есть. Надо лишь найти. Опа, есть. Есть, друзья. Окунёчек. И кто это у нас? Кто это у нас? Это у нас окунёчек. Причём очень даже, друзья, смотрите, порядочного размера. Очень даже порядочного размера. И у Серёги поклёвка, да, была? Да. О, это то, что я вам говорил. Что клевал у меня до этого кто-то. И это был вот этот окунёчек, скорее всего. Посмотрите, он уже покоцанный. Он уже покоцанный. И коцал его кто-то неплохой. Смотри, да? Такой. Ого. Нифига себе. Вот щупаки. Смотрите, друзья, как его щучка ушатала. Мы его, конечно же, отпустим. Но, конечно, этот окунь у нас уже бывалый. Его уже и щука ела, и на спиннинг ловили. Ветеран. Но начало неплохое. Здесь уже поглубже, чем на месте, на котором мы ловили. Здесь, в принципе, 3 грамма. Очень вальяжно идёт. Можно ставить больше, но, учитывая мой опыт ловли здесь на десёнке, я лучше буду ловить на недовес. Ну, если его так можно назвать. У меня получается такая более плавающая, более парящая проводка на выбросе. Ну, а под берегом приманка дно не роет. Под берегом очень даже комфортно проводить. Не-не. Тут бровочка под берегом прикольная такая, ракушниковая. Да есть же, Серёга. А ну, покажи, что там у тебя. Там у тебя окунчик. Хорошенький? Да. О, да. Приятный такой, ты смотри. Вот так и Серёга размочился. Такой же окунёк. Приятный размер. Слушай, я ещё хочу. Блин, тут миляка такая у меня. Бросил немножко правее, там миляка. А ты, походу, с бровочки, да, недалеко уже взял? Супер фотосессия. Серёга и его друг. Не хочет поделиться. Не хочет? А ты попроси. Очень, друзья, здесь не однообразная глубина. По всей видимости, за время, за года моего отсутствия здесь тут поработали земснаряды или что-то типа того. Потому что раньше здесь была глубина плюс-минус одинаковая. Сейчас есть косы, сейчас есть ямки, сейчас есть отмели разнообразные. И сейчас в этих неровностях нужно рыбульку и найти. Вот у меня и у Серёги поклёвки все недалеко. Потому что далеко там, ну, достаточно глубоко. Но есть места, где на выбросе есть мель. До них мы тоже сейчас дойдём. Очень интересный залив. И что самое классное, мало кто сюда ходит. И это хорошо. Мы, Серёга, используем несколько разную тактику. Он поставил вес побольше и делает активную проводку. Я же делаю более вальяжную. Она у меня парусит побольше. И сейчас на контрасте посмотрим, на какую проводку у нас что лучше отзывается. В этом и огромный плюс ловли ни одному. Можно посмотреть, насколько твоя тактика верна или провальна. И по ходу пьесы сделать выводы, перестроиться на другую тактику. И посмотреть, насколько ты можешь грамотно подать приманку другим образом, другим способом. Очень интересный рельеф. Да что ж вы, утки, блин. Кумарите. Утя, 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 утя. Слушай, куда же вы полетели, блин? А ты шо? Шо-то не ок? Шо-то не ок? Ха, они тут сейчас себе полетают, а мы вон туда пошмаляем. Там поглубже. Опа! Блин, сошел. Уже под берегом. Окунёк. Два раза коцнул. Под берегом уже взял да сошел. Окунёк, да. Если траву не забрали, вставляется. О! Супер окунёк. Супер окунчик на супер приманку. Малыш на супер спорт. Супер спорт, супер окунчик, супер приманка. Всё супер. А ещё супер сиргун. Ну так, друзья, первые забросы всегда, не всегда, в большинстве случаев, если есть рыба, они её приносят. А потом... Потом рыбку надо искать по новым местам, потому что недостаточно её много. И приходится немножко изгаляться. Вот мы сейчас пришли, поймали по нескольку штук. На новом месте. И сейчас будем идти в противоположную сторону. Тут мы уперлись в дебаркадер. И дальше ходу нам нет. Посему пойдём в противоположную сторону. Друзья, сказал я, что поймаю жереха, значит поймаю. Вот он. Вот такой вот жерех. Крутейший. Крутейший жерешина уплыл. Пошёл дождик, друзья. Начинает быть попрохладнее. Чувствуется уже приближение. Скорая осени. Остались последние, наверное, тёплые деньки. И потом будем уже начинать одевать потихоньку термухи, дождевики и всякие другие осенние предметы нашей одежды. Чуть-чуть осталось времени. Хочется ещё всё-таки поймать пару окунёчков. Я смотрю, вон, видишь, островок прикольный. Под него побросать чем-то таким потяжелее. Там, может, что-то есть. О, оливея глубоко. О, есть! Наконец-то дождался уже под конец рыболовного дня. Кровь мне пил, 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 пил и не допил. Вот такой, друзья, окунчик. Трудовой. Трудовой. Сколько мы с Серёгой прошли? Метров 300, наверное. Вот, третий окунчик. Ну, место интересное здесь. Ну что, друзья, вот и подошла к концу сегодняшняя наша рыбалка. Скажу я вам, что она была не супер трофейной, не очень многорыбной. Но, как бы, по десятку окунчиков мы поймали с Серёгой. И размер нескольких из них был очень даже неплохой. Как для городской черты, для нескольких часов рыбалки. Скажи, Серёга, что ты можешь сказать по поводу вообще сегодняшней рыбалки? Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей, это понятно. Что ты можешь сказать по клёву? И расскажи, пожалуйста, чем принципиально отличается, скажем, место, где мы сегодня ловили десёнка, от твоих привычных мест, от житомирских водоёмов? Да, я бы не сказал, что отличается. Но, как бы, воды я не видел, не давали. Поэтому, приблизительно то же, что и у нас. Окунчик ловится, окунчик пассивный. В принципе, ловить можно и ловить интересно. Сейчас вода холодает, уже, как бы, рыбка активизируется. Вот. Единственное, чем отличается, у нас жерех не бьёт. Скотина. Зато у вас нервы крепче. Крепче, да. Потому что, когда он бьёт, честно вам сказать, друзья, ну, немножко начинаешь уже думать, что ты занимаешься не тем делом, которым, в принципе, нужно. Вот. Что мы не бросали на жереха у нас? А я ловлю щуку. Взял один маленький. Ты ловишь щуку так же, как и я, жереха. Только я жереха поймал, хоть вот такого, а где твоя щука? Там. Там. Понял. Сидит, ждёт. Сидит, ждёт. Ну, она дождётся, если ждёт. Друзья, я с вами прощаюсь. Серёга с вами прощается. Я иду в хоккей играть. Серёга идёт играть в хоккей. Вот. И обязательно не забывайте ставить лайк этому видео, колокольчик сжать, чтобы не пропустить дальнейшие ролики на моём канале. И, конечно же, пишите комментарии по поводу увиденного. И делитесь, конечно же, интересными местами, если таковы у вас есть. С вами был Владимир Воротняк и Серёга Гречко. Пока. Субтитры подогнал «Симон»